Всем привет! Ты смотришь новости студенчества. С тобой Анна Глазунова и мы начинаем. Состоялась защита дорожной карты в Елабужском институте Кафу. Добро пожаловать! Делегация Тайваня и Китая посетила Казанский университет. Преподаватели студента КФУ следуют заброшенный парк Казани. Защита дорожной карты прошла в Елабужском институте Казанского федерального университета. Какими были главные достижения института за этот учебный год узнаешь в следующем сюжете. В Елабужском институте Казанского федерального университета состоялась защита дорожной карты, в которой приняли участие ректор Ильшат Гафуров, директор Елабужского института Елена Мирзон, а также проректора, директора и преподавательский коллектив. Как отметил Ильшат Гафуров, дорожная карта вуза – это не просто планирование работы преподавательского коллектива, а возможность опробации и внедрения собственных образовательных программ. Сначала Елена Мирзон рассказала о достижениях вуза за этот учебный год, новых проектах и программах, научных публикациях, а также об участии института в топовых международных конференциях и форумах. Также она отметила, что институт активно сотрудничает с руководством многих муниципальных районов, включая Елабужский, организует совместные образовательные и научные проекты в первую очередь для детей. Особое внимание в институте уделяется цифровым методам обучения, например, разрабатываются онлайн-курсы по самым востребованным дисциплинам. В Елабужском институте КФУ ведется активная работа с учителями районов Татарстана. Сейчас уже изучаем регламент, готовим письма по созданию ассоциаций учителей технологии и по созданию ассоциаций работников дошкольного образования Республики Татарстан. Почему дошкольное образование? Потому что их много, а в Республике сегодня ассоциаций нет, хотя в России эти ассоциации уже созданы. И мы надеемся, что создание таких ассоциаций позволит расширить наше представительство по этим двум темам. Елена Мерзон отметила, что по робототехнике в институте существует широкий охват от детских садов до студентов вуза, потому что эта дисциплина входит в содержание ряда образовательных программ. Анна Глазунова, Лада Гельмольна, Денис Сипайлов, Универньюз. Казанский федеральный университет вновь принимает гостей. С визитом в университет прибыли делегации из Тайвани и Китая. Кто станет новым партнером КФУ, вы узнаете в нашем сюжете. С визитом в Казанский федеральный университет прибыла делегация Тайваньского университета Формоза. Зарубежных гостей встретил проректор по внешним связям КФУ Ленар Латыпов. Он провел для делегации презентацию Казанского университета. На встрече обсуждались возможности сотрудничества. Мы обсудили, что конкретно в каком области между нашими вузами возможно найти самые интересные программы не только для студентов, но и для преподавателей, и для исследований. Для развития дальнейшего взаимодействия после презентации гости ознакомились с Институтом управления экономики и финансов и Институтом международных отношений КФУ. Также интерес у университета Формоза вызвало биомедицинское направление. Помимо этого ожидается, что в ближайшее время университет посетит делегации специалистов инженерного направления для обсуждения сотрудничества в этой области. Помимо научного взаимодействия планируется и обмен студентами. Также университет Формоза приглашает студентов Казанского федерального университета в свой лагерь для обмена научным и культурным опытом. Студенты из России, из Канады, США, из Таиланда, из Тайвана вместе у нас будут они как в своей группе. Они должны создать свои проекты и потом будет показать всем, и мы выберем, кто победитель. Также в Казанский федеральный университет прибыла делегация из Китая во главе с первым секретарем городского комитета коммунистической партии города Харбин господином Ван Чжаули. Для них была организована экскурсия по музее истории КФУ. Наибольший интерес у них вызвала история обучения Владимира Ленина. Артем Тупичкин, Владимир Нелюбин, Универньюз. Свои документы о высшем образовании получили выпускники бакалавриата и магистратуры Института экологии и природопользования, а также Института вычислительной математики и информационных технологий КФУ. 6 июля в Казанском федеральном университете стоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам Института экологии и природопользования КФУ. Документы о высшем образовании получили выпускники бакалавриата и магистратуры. В этом году выпускниками Института экологии и природопользования КФУ стали 170 человек. Из них 59 – обладатели красных дипломов. Участие в мероприятии принял директорат Института и проректор по научной деятельности КФУ Денис Нургалеев. В малом зале концертно-спортивного комплекса «Уник» 7 июля стоялось вручение дипломов Института вычислительной математики и информационных технологий КФУ. Дипломы получили 348 человек, в том числе 92 магистра. Среди выпускников 92 вчерашних студентов стали обладателями красных дипломов. В этом году Институт вычислительной математики и информационных технологий отмечает свое 40-летие. То есть это в любом случае юбилейный выпуск и к нему всегда особое внимание и отношение. Годы учебы в Казанском университете уж точно не прошли для нынешних выпускников даром. Каждый из них с трепетом в сердце будет помнить каждый момент, проведенный в университете. Студенческая весна республиканская, она проходила в театре Кокола, я выступала там со своим хором. Я благодарна университету за приобретенных близких людей, за друзей моих, за возможность самореализации в различных отраслях и областях. В ходе церемонии прозвучали слова благодарности в адрес профессорского преподавательского состава. Также на сцену пригласили тех, кто принимал активное участие в жизни института, участвовал в творческой деятельности. Завершилась церемония совместными фотографиями на память. Диана Шилова, Владимир Нелюбин, Рустам Садриев, Универньюз. Полюбившиеся многим казанцам различные парки, скверы и набережные набирают все больше популярности. Но, к сожалению, есть парки, которым не уделяется должного внимания по уходу. Один из таких парков находится прямо в центре Казани. Преподаватели, студенты Института фундаментальной медицины и биологии Казанского университета сейчас исследуют эти территории. Возможно, это первые шаги в создании нового парка. В самом центре города Казани расположился парк на территории бывшего военного госпиталя. Сейчас эти здания принадлежат Казанскому федеральному университету, а вот парк остается в собственности администрации города. К сожалению, эти территории остаются заброшенными. Интерес к парку проявили студенты и преподаватели Института фундаментальной медицины и биологии Казанского университета. Только в этом году здесь, после переселения в новые корпуса, начали проводить исследования. Очень большое видовое разнообразие растительности и животного мира. Совместно со студентами-биологами в мае этого года начались исследования парка. За это время была изучена флора и фауна. Очень много видов здесь произрастает. То есть, тех, которые мы не можем встретить просто так по городу. То есть, такие как каштан, например. Этот вид вообще стоит достаточно больших денег. А тут он растет просто так, можно выкопать саженец. Заброшенному парку уже более 200 лет свою историю начал с основания госпиталя в 1809 году. И за это время лес уже успел хорошо произрасти, обзавестись млекопитающими и особыми видами птиц. Здесь довольно много разных видов деревьев произрастает. В частности, и такие довольно распространенные виды, как береза, клен американский, обыкновенный клен, ель. Очень большое разнообразие травянистых растений, как показывают исследования наших геоботаников. Вот такое большое разнообразие растений обуславливает и большое разнообразие фауны. Даже за короткий период исследований группы преподавателей студентов КФУ было отмечено более 30 видов птиц. Среди них и редкие виды, такие как ушастая сова, сокол, чеглок, черный дятел и другие. Планируется продолжить изучение парка более детально. Конечно, хотелось бы, чтобы такой уникальный природный объект, такая уникальная территория, располагающая в центре города нашего, сохранилась. И здесь мы можем, далеко не отходя от наших учебных зданий, проводить какие-то учебные занятия в ходе полевой практики. Для нашего института тоже это будет очень полезно, как и для изучения флоры и фауны, изучения биоразнообразия, сохранить зеленый участок в центре города. Многолетняя история места в самом центре города Казани, большие участки зеленого леса и еще множество факторов, почему необходимо задуматься о сохранности данного парка. Средний возраст деревьев этого заброшенного парка около 150 лет. Студенты и преподаватели Казанского университета верят и надеются, что в ближайшее время парк будет облагорожен. Анна Глазунова, Льнардов Литьяров, Универньюз. Это все новости на сегодня. Еще увидимся. Пока.